Так, что тут у нас? Квестики? Экзотички? Пистолетики? Заранее извиняюсь за голос, простыл чутка, но контент не ждёт. Про продолжительность квеста не пошутил ещё только ленивый. Я не ленивый, но шутить не буду. Просто спрошу, это чё вообще такое? Три недели в игре происходило целое... НИ-ХУ- Ничего. Извините, конечно, но теперь, дождавшись квеста, экзотического квеста, мы получаем два этапа? ЛАДНО! ИТАК САЙДОТ! Пройти солнечные часы, даже на нормал сложности, поговорить с сэнтом и найти 10 тел на ПВП-карте первого года из первой части? Вы серьёзно? Да, диалог крутой, бесспорно, песня Шакса про луну и сыра, Шакс, что ты сделал с Крусибл? И шутки про пвп пушки, это клёво и необычно. Жаль только, что русская версия опять отличилась, и в части диалога были перепутаны реплики, перепутаны местами. Ты сейчас делал револьвер для Джозефа, лунный бой. Да, луна была его собака, она погибла на луне. Ули задрал её до смерти. Эти ублюдки, я рад, что ты убил их короля, обращаясь к игроку. К чему ты ведёшь, Сейнг? Ах, да, ты ещё сделал винтовку, ликвидатор. Что за история у неё, в чём её особенность? Она стреляет пулями, Сейнг, это оружие. Мда, я понимаю, есть много игроков, которых устраивает такой вид квестов. Им скорее не по вкусу придётся задание на десяток этапов, сотнями убийств, брингом, гарнила или налётов. У них дети орут на фоне или интернет небезлимитный, не знаю. Но, камон, я не говорю, что гриндить это хорошо. Это квест на экзотик. В одном из самых тоскливых и пустых сезонов. Можно мне задание с интересной историей, но не на 30 минут. Ладно, взяли Сайдарм. Погнали, посмотрим на особенности оружия, на его перки, потестим в любимом гарниле и в любимом ПВЕ. Перк ещё чуть-чуть. Регулируемый спуск, нажимайте и отпускайте, чтобы выпускать отдельные снаряды. Удерживайте, чтобы зарядить и выпустить мощный, оглушающий врагов, лазерный снаряд. Эффективное средство против неудержимых воителей. Против неудержимых воителей? Ух ты, да это же всё меняет. Ну, нет, на самом деле нет. Сайдарм же экзотический. А экзот-слот до сих пор куда нужней отдавать под бремя Идзанаги. Однако, этот самый мощный лазерный снаряд и является самым интересным в этом малыше. Зажимаем кнопку выстрела, и пистолет тотчас выпускает луч энергии, подобно плазменной винтовке. Да, тупо солнечная фьюжн-винтовка, стреляющая при этом первыми, белыми патронами. Не выбил до сих пор тысячу голосов? Есть, есть такие ещё? Ну, тогда тебе вот карманная версия. Блин, один в один же, даже лучше, тебя не убьёт случайно. Вот этот самый лазерный луч тратит весь запас магазина за раз. Если вы думали, что обязательно перед таким выстрелом держать оружие полностью заряженным, ошибаетесь. Благодаря перку Пирогенес, полная зарядка лазера перезаряжает магазин из резервов. То есть вы можете выстрелить в обычном режиме огня почти всю обойму, а затем зажать заряд, и пистолет автоматически пополнив магазин, выпустит во врага свой уничтожающий залп. По противникам с жёлтой полосой здоровья, такое комбо залетает просто на ура. Выстреливаем горсть свинца в обычном режиме, и добиваемся зарядом. Я не хотел бы спешить с выводами, но это видео всё же называется первыми впечатлениями, так что пока буду говорить как есть. Хоть в ПВП, хоть в ПВЕ, с этим пистолетом играть весело. Расплавлять противников в гарниле из какого-то пистолета размером с напёрсток забавно, хоть и конечно нужно сначала выработать привычку ко времени заряда. Я пока бегал в гарниле, например, то и дело путался в том, что это пистолет, а не фьюженка. И если я понимал, что ко мне подходит соперник, я начинал тапать на курок, как на рентиле какой-нибудь. Выглядело крайне забавно, пиу-пиу в стену, а потом луч. В обычном режиме стрельбы, кстати, вообще ничего интересного с пистолетом в ПВП не происходит. Для убийства врага вам нужно всадить 4 пули в голову или 6 в тело. Делать это неудобно, а в режиме плазменной винтовки, повторюсь, мне понравилось в стычке или в быстрых классических матчах побегать с ним хоть недельку, но можно. Но учтите, другая любимая солнечная фьюза из гарнила заряжается быстрее и стреляет дальше. В ПВЕ очень неоднозначно получилось. Я отбегал с ним вчера все активности ресета. Сумрачный налет, охоту на кошмаров на мастере, яму скорби, солнечные часы и что-то еще, не помню, контента-то много. Ну так вот, нормальный опыт из этого всего только сезонная арена сандаль. Ну и все. Тут не берем в расчет казуальной активности и фарм. В сложных испытаниях сумрачного налета с пачкой модов я с этим пистолетом как пятое колесо был. Ни нормального урона по жирным мобам из-за отсутствия Идзанаги. Ни нормального боя на расстоянии. Сначала мне показалось хорошей идеей взять первый слот винтовку разведчика с модом против барьерных воителей, а руины дьявола во второй слот, чтобы останавливать неудержимых воителей. Но по факту же это вышел мой самый кривой поход в охоту на кошмаров и Найтфол за последнее время. Единственный плюс, чтобы остановить неудержимых воителей, вам не нужно ждать, когда перк сработает, глядя в прицел. Просто зажали и выстрелили. Стан сработает. Но это не точно. В солнечных часах есть тоже и барьерные враги, и неудержимые, но сложность самой активности куда ниже. Команда игроков больше, так что там с этим оружием можно как-то играть. Да и опять же, блокировки снаряжения нет, всегда можно взять другое. В остальных случаях, пока что, нет никакого сценария для того, чтобы этот пистолет был так необходим. Посмотрим, что будет дальше. У нас бывает такое в игре. Сначала все выкладывают видосы, в которых валят заголовки в духе INSANE YOU EXOTIC, а потом забивают, потому что есть как бы мета. А через пару сезонов снова есть причина вернуться к забытому оружию. Так что оставайся на связи с Тражд, чтобы быть в курсе. Ну а если ты хочешь, чтобы ролики выходили чаще и быстрее, подпишись на мою страницу на Патреон. Там некоторые видосы выходят раньше, чем на канале. А если ваша поддержка будет расти, то я смогу больше времени уделять созданию контента. Короче, ссылка в описании. Ну и на канал подписаться не забудь. Осталось немного до 100 тысяч подписчиков. Вперед! Мы на первой позиции. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok